Постой Трать слов и время на спор этот наш пустой. Спою я о силе великой, большой любви. Смотри, как волнуются руки, голос мой с тобой. А очутились мы вовсе не в том краю. Ошиблись дорогой, а жизнь судья строгий Все взыщет, как нехрабрись. Случится однажды, поймешь ты, как важно. Любовь сберечь до конца. Как быть, если мне без тебя не дышать, Не жить, забыть, не смогу никогда, никогда уйти. Прости, прости, если что получилось, не очень так. Молчи по прекрасным глазам, я узнаю все. Кто уснет, в них тревоги, застывшие немая. Боль, позволь верить вновь, меня греть будут их лучи. Дай руку принять мне, раскроем объятья, Покинем жестокий край. Край слез и упреков, раздутых пороков. Прошу тебя руку дай, забудь, на минуту дела, Отложи, присядь, как знать, Приведет нас куда лабиринт земной. Постой, я хочу тебе спеть, подожди. Чуть-чуть. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире передача «Нота. Мы» С вами ведущий программы Владимир Сосин. Сегодня у нас в гостях автор и исполнитель песен Георгий Толстов. Прозвучала его песня «Лабиринт». Георгий, этот год для вас юбилейный, 23 марта вам исполнилось 60 лет. 60 лет, я считаю, для мужчин – это время творческой зрелости. Как сказал Павел Печкин, новая жизнь начинается. Ну, конечно, расцветом назвать можно. И нужно, наверное. Потому что 60 лет – это действительно уже время, когда можно подвести какие-то итоги, наверное. Ну, можно сказать, что весной состоялся творческий вечер у меня на свитке. Велитей Кирилловской. 4 апреля, насколько я помню. А вот в апреле был творческий вечер, да. Ну, 60 лет. А вот на этом вечере продавалась ваша аудиокассета под названием «Разбег». Вы «Разбег» взяли девизом нашей сегодняшней передачи. Почему именно «Разбег»? Не закат там, допустим, в районах, а «Разбег». Ну, здесь логика какая. Не финал, не финиш. В общем-то, и вы, Владимир Николаевич, нам часто говорите. И, в общем-то, наверное, это правильно, что каждый должен, так сказать, творческий человек ставить себе какую-то определенную планку, да. Естественно, так надо. Чем выше планка, тем больше можно подняться, больше высоту взять. Но для меня, вот честно говоря, самое главное не то, возьму я эту планку или нет, а у меня самое главное движение к этой планке, то есть «Разбег». Постоянное движение вперед, то есть к этой планке. Это самое главное. Я здесь хочу аналогию привести. Вот часто говорят, что предвкушение праздника бывает намного интереснее, намного счастливее, чем сам праздник. Так вот и здесь у вас, в общем-то. Для меня это главное. Вы вступили, в 60 лет вы вступили в пору «Разбега». Да. Так, это здорово. Сейчас я хочу, чтобы вы спели песню, у вас есть песня на стихи Тамары Александровой, «Тихая осень». Почему Тамара Александрова? Потому что этот год для нее тоже юбилейный. 28 мая ей исполнилось 50 лет, а 26 сентября, да, в воскресенье, в библиотеке Горловского будет ее творческий вечер. Спойте, пожалуйста, песню. Ну, поскольку мы, так сказать, товарищи по несчастью, по юбилеям. Вы положили ее стихи на музыку? Да, очень красивые, это красивые стихи, на мой взгляд. Ну, а что получилось с песней, это мы сейчас увидим. «Тихая осень». Бирюза, опустившись с небес, Засыпанья тврикен колыбели, Рыжебровый таинственный лес, Журавлиные хоры отпели. Бродит осень тропою лесной, Отражается в речке зеркальной, Свет вечерний с прозрачной луной Догорает в синеющей дали. И шумит тихий дуб надо мной, О весне надаленкой мечтая, И роняет свой лист кружевной, Над седой головой и вончая. Бирюза, опустившись с небес, Засыпанья тврикен колыбели, Рыжебровый таинственный лес, Журавлиные хоры отпели. Спасибо. И так прозвучала песня на стихи Тамары Александровой. Тамара Александрова в преддверии своего 50-летия выпустила прекрасную книгу, которую сама великолепно оформила. Кроме того, что она член Союза писателей России, великолепная поэтесса, она еще и прекрасный художник. Я хочу повториться, что 26 сентября будет ее творческий вечер, а 27 сентября, у нас этот год богат юбилеями, 27 сентября будет ровно 10 лет с того дня, как литературное объединение свиток после пятилетнего перерыва возобновило свою деятельность. И поэтому, наверное, мы нашу с вами передачу построим на том, что будут звучать песни на стихи свитковцев. Благо, у нас много талантливых поэтов, и сегодня зрители услышат их стихи, положенные вами на музыку. И сейчас еще у нас есть одна великолепная поэтесса, Светлана Кузьмина. В прошлом, вернее, в этом году она в конкурсе «Пасадская лира», она заняла первое место, она частый лауреат этого конкурса, она уже неоднократно занимала и первые места, и премию имени Чикова, самую главную премию конкурса. И, пожалуйста, вот сейчас исполните песни на ее стихи. Ну, поскольку сегодня последний день лета, сам Бог велел, так сказать, вспомнить об осени. Кстати, у Светланы Кузьминой 27-го числа, 28-го августа, был день рождения, и пусть это будет для нее своеобразным подарком. Немножко запоздал он, но равно, я думаю, ей будет приятно. Немножко запоздал он, но, я думаю, ей будет приятно. Немножко запоздал он, но, я думаю, ей будет приятно. ПЕСНЯ 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 С мятой дружить и малиною Буду я слушать наверчиво Ветро историю длинную Спасибо. И так прозвучала песня на стихи Светланы Кузьминой. В этом году Светлана выпустила второй поэтический сборник, который называется «Неправильный соловей». Это великолепная книжка. Ее презентация была в библиотеке имени Горловского весной этого года. Светлана проживает в Ходькове. Я вот с вами хотел бы поговорить о Ходькове, так как вам там неоднократно приходилось выступать. Ну, про Ходькова что можно сказать? Что там есть библиотека, в которой постоянно принимают наших свитковцев. Будем так говорить. Вот был там вечер и Светланы Кузьминой самой. Потом был творческий вечер Храмова Николая. Теперь вот 5-го числа они приглашают меня. У них там день города будет 5-го числа. Буду там, наверное, выступать в библиотеке. Интересно то, что в таких вот местах, в библиотеках, в домах культуры, что народ интересуется. Приходят, слушают, внимательно слушают. Туда никто никого не загоняет. Все приходят добровольно послушать. И действительно, вот когда ездишь там вот по деревням, по поселкам, и душа радуется, что ничто на Руси не умерло. Еще поэзия и песнями интересуются. И это радует. Я хочу, чтобы вы сейчас исполнили песню, которую, вернее, стихи, которые впервые прозвучали в прошлом году на поэтическом конкурсе «Паттернаковское лето». Это стихи Оли Ромашовой, которая, несмотря на свою молодость, ей 18 лет, она уже член Союза писателей России. И в том году в библиотеке имени Розанова проходил творческий конкурс «Паттернаковское лето». И Оля заняла первое место. Потом у вас родилась песня. Ну, про Олю Ромашову можно сказать, конечно. Ее стихи мне чрезвычайно нравятся. Они нестандартные. И когда так получилось, что вот она заняла первое место на «Паттернаковском лето» стихотворение, мне попало в руки, я подумал, как бы ее спеть. И такое необычное стихосложение, что даже я засомневался, можно ли, так сказать, что-нибудь из этого стихотворения сделать или нет. Но потом как-то заинтересовался. И даже скажу, что с таким удовольствием я, пожалуй, не над одним стихотворением не работал. В этом стихотворении особенность в том, что там постоянно меняется ритм. Поэтому трудно подобрать мелодию. Там нет такой напевности, понимаете. Там даже, ну, не знаю, может быть, это даже и не песня, что-нибудь другое. Как-то по-другому назвать. Давайте напомним название «Борис Паттернак» Марина Светаева, чтобы было понятно. Да, стихотворение так и называется. «Борис Паттернак» Марина Светаева. Не от усталости, не от лени, Я прилег на московский снег. Когда в декабре рассветут сирен, Я буду видеть тебя во сне. Совсем стемнело согреть бы чаем. При тусклой свечке не разрезвишься, Ты мне пишешь, я отвечаю. Днем ты пишешь, а ночью снишься. Вдруг озарится комнаты половина И запахнет йодом гулкова дна. И морское имя твое, Марин, Прошелестит сквозь сон, как волна. Мы пойдем с тобою туда, Где ландыши привстали на цыпочках. В тишине, и ты еще удивишься. Надо же, а я буду видеть тебя во сне. И в порыве светлой божественной наглости Я ночью воспою прекраснее дня. И даже в августе, в душном августе Сирень распустится для меня. Я пройду во тьму, и июльские грозы Устроят мне страшнейшие в жизни экзамены. Я буду плакать, и сквозь сон, сквозь слезы Смотреть на тебя заплаканными глазами. Боже мой, Господи, так не любят. И я буду видеть во сне всегда. Даже когда нас с тобой не будет. Даже тогда. Даже тогда. Даже тогда. Спасибо. Итак, прозвучало стихотворение Оли Ромашовой. Оли Ромашова три года тому назад выпустила свой первый сборник «Девочка с косичкой». Я хочу показать ее фотографии. Вот здесь она вместе с мамой. Мама тоже является членом летобъединения «Свиток». Она пишет и стихи, и рассказы интересные. Так что, кто не видел Оли Ромашовой, могут посмотреть ее на фотографию. А кто хочет познакомиться с ее душой, я хочу показать ее рисунок Оле. Так она себя представляет. Изобразила она свою душу, такую детскую, очень чистую, прекрасную. В таком вот забавном рисунке. Сейчас Оля работает над сборником «18 весна». Будет называться. Я думаю, что мы еще не одну песню снимем на ее стихи. Потому что действительно, по существу, до Оли Ромашовой я пел в основном свои песни. После того, как столкнулся с этими стихотворениями, мне понравилось работать над ними. И потом познакомился поближе с остальными членами общества литературного объединения. Перечитал. И очень много интересных стихотворений над ними действительно интересно работать. Это как бы, я не знаю, направлением это назвать нельзя, но какое-то новое. То свои песни, то стихи, а тут совершенно вроде... В общем, новая страничка в вашем творчестве. Опять разбег у вас. Я про это и говорю, что не надо, так сказать, на чем-то одном зацикливаться. Потому что, если человек останавливается, это все уже. Особенно в творчестве застой – это труба, как говорится. И поэтому я и начал сочинять. Думаю, иногда берешь стихотворение, даже, я говорю, не верится, что из него можно что-то сделать. Потому что сейчас, допустим, тоже будет стихотворение одного товарища нашего. Чрезвычайно сложно было сделать его. Потому что, понимаете, есть напевные, которые сами просятся стихи, так сказать, на гитару, на музыку, на какую-то. А есть, которые... Их читать вроде нормально. А как петь? Что-то с ними надо делать, как-то их переворачивать. Но вы их не изменяете. Некоторые барды имеют такую тенденцию. Переставляют слова. Или вообще там что-то строчку свою досочиняют. Или еще что-то такое. Вы стараетесь... Единственное, что я делаю, это повторы иногда. И все. А так изменять я ничего не... И вот когда бывают такие случаи, что... Ну, у нас девочек много на свитке. Но они, естественно, пишут, что от своего лица, от женского, я переделаю, так сказать, на свое. Ну, местоимение меняю. Он, а она там вот эти вот меняю. Ну, если самому петь, конечно, а то как-то не обдал. Ну, дядя с бородой поет от женского имени. А так я, в общем, стараюсь не трогать это. Если у меня возникают какие-то вопросы, я к автору прихожу, просто встречаемся, когда мы, я показываю, говорю, вот это мне непонятно. Объясняют, вроде все. Утрясаем таким вопросом. А бывает, что это под вашим, вот, как бы, от того, что вы взялись писать песню, человек переделывает стихи там и существенно переделывает? Ну, я не знаю. Или вы беретесь только за те, которые уже фактически не надо переделывать? То есть, в смысле, на достаточно хорошем уровне написаны, да? Ну, вот, прежде всего я смотрю с музыкальной стороны, вот, чтобы размер мне, чтобы не было разнотыка, допустим, в одном, в первом куплете, во втором, чтобы разную не пришлось менять там всю эту структуру. А слова, конечно, потом, уже потом начинаешь вдумываться, и я говорю, если вопросы возникают, я обращаюсь, потому что, ну, естественно, если человек дает согласие, чтобы его стихотворение делали на песню, она, наверное, этот, ну, в данном случае Ольга, там, Света, они, наверное, думали над словами, я просто не вправе что-то там менять. Ну, что же, давайте послушаем песню. Назовите автора. Так, это вот опять, возвращаясь, так сказать, к Ходькову, там, в прошлом, нет, в этом году весной, весной в марте месяце, или в конце февраля, я точно не помню, там был творческий вечер Храмова. Это где-то было накануне 8 марта, потому что... Ну, 6 вечера был здесь. Да, 6 вечера был вечер для тех, имени Горловского, а где-то накануне был в Ходьково. Да, я его где-то в начале марта, где-то так вот, на стыке. Помни, сердце мое, бесконечную рваную душу, Плеск из замученных волн, недосказанность, сопок искал. Золотистую зиме, не путевую грешную сушу, На которой я счастье, увы, не нашел, не сыскал. Помни, имя мое, ветер чаечный, взбалмошный вздох, Золотистую зиме, не путевую грешную сушу, На которой я счастье, увы, не нашел, не сыскал. Помни, имя мое, ветер чаечный, взбалмошный вздорный, Белопенный туман унесет навсегда прочь и вспять. Его звук суетной, сиротливый, Немножко задорный, Если б только он мог тебе эхом Вернуться опять. Его звук суетной, сиротливый, Немножко задорный, Если б только он мог тебе эхом Вернуться опять. Помни песню мою Для тебя она тщетным звучала, Задыхалась и млелом тарилом, Прощальный свой путь выражила звала. Начинала отсчет свой сначала, Слов не выкни ее, слов ее Никогда не забудь. Спасибо. И так прозвучала песня на стихе Николая Храмова, Многократного дипломанта поэтических конкурсов «Пасадская лира». Николай Храмов публиковался в различных центральных издательствах, А в начале этого года у него Произошла презентация Его небольшого поэтического сборника. Презентация происходила, напоминаю, В библиотеке Ходькова и В библиотеке имени Горловского. А теперь я хотел с вами поговорить О поэтессе Свитко Альбине Нестеренко. У вас с ней получился, на мой взгляд, хороший творческий дуэт. Двоем вы уже пели в программе «Нота мы» и выступали неоднократно в различных аудиториях Сергеева Посадского района. Ну, с Альбиной, конечно, у меня получилось раньше всех. Я уже рассказывал на прошлой передаче, как мы объединились. Был на каком-то открытом вечере, мы просто сидели рядом и пели какие-то старые романсы. Нам понравилось, мы начали петь вместе, и потом пошло-поехало. Мы долгое время ходили в библиотеку Горловского, где-то на час-два репетировали. Когда немножко спелись, начали ездить, и были мы по разным местам ездили. С вами программы. У вас были уже готовые программы, да? Насколько я помню? Да, у нас где-то примерно часовая где-то программа. Сколько там песен? 10, 15, может быть, которые мы могли спеть. Для того, чтобы, конечно, расширять программу, надо время, надо место. Это не всегда получается. А так, в общем-то, нет, но мы не оставляем надежду, что у нас это творчество, сотрудничество будет творческое продолжаться, потому что, в общем-то, есть задумки кое-какие сделать. Значит, давайте послушаем сейчас песню на ней в стихе, а потом продолжим. «Долг» называется стихотворение. Эту песню мы исполняли на открытии подведения итогов Посадской лиры, по-моему, да? Да, в этом году. В этом году. Вам доверили такую почетную миссию, можно сказать. Да, открытие. Я даже несколько не ожидал. Все как спонтанно получилось. У пруда отдохнуть мы присядем на лавочку, Полюбуемся верностью птиц, лебедей. И как будто все та же, здесь кружится парочка, Что и в юности давней, твоей и моей. Как не вспомнить ушедшую молодость, По за улочкам тихим гуляя с тобой? Мы пройдемся, как раньше, по городу, Наслаждаясь спокойно его стариной. Купола, купола, купола золотоглавые, Сколько вы повстречали тут разных людей. Над посадом в веках вознеслись величавые, С колокольным призывом и молитвой церкви. Сюда лед, как духовный кормилице, Поспешает со всех православных сторон, Чтобы вновь с белостенную свидеться, Чтобы вновь с белостенную свидеться, И еще раз подумать о доме святом. Сюда лед, как духовный кормилице, Поспешает со всех православных сторон, Чтобы вновь с белостенную свидеться, И еще раз подумать о долге святом. Спасибо. Итак, прозвучала песня «Долг» на стихи Альбины Нестеренко. Альбина Нестеренко – многократный лауреат Поэтических конкурсов «Пасадская лира», «Пастернаковское лето». Сейчас она работает над изданием своего сборника. Я надеюсь, что он или в этом году, или в начале следующего выйдет. Будет хороший сборник, на мой взгляд. Альбина Нестеренко живет на поселке фермы. Надо сказать, что география свитковцев довольно большая, Потому что даже герой нашей сегодняшней передачи, Тамара Александрова живет в Саматове, Светлана Кузьмина, Входькова, Николай Храмов в Симхозе. Есть люди, которые к нам приезжают из Александрова, из города Королева, из многих других мест. Из города Пресвета много очень ездят. А сейчас я бы хотел поговорить о коренной жителе Сергеева Пасадова, о любви Попетиной. У вас тоже есть стихи на ее песне? Ну, к Любе, конечно, отношение совершенно особое. Потому что это стихи, которые идут от сердца. Это самое главное. Чувствуется искренность, никакой натяжки. Это абсолютно от души. И поэтому читать ее стихи – одно удовольствие, а уж написать песню, по-моему, спасибо ей большое за такие стихи, просто можно сказать и все. Вот. Песню, которую я сейчас спою, она называется «Я поеду». Вот. Ну, об этой песне мы еще поговорим. Ну, я ее сначала, наверное, спою, да? А потом… Да, песню, о любви Попетиной мы еще поговорим. Да, о любви Попетиной мы поговорим. Потому что… Ну, потом. Что мне делать с этой грустью? Ведь покоя не дает. Я поеду в город Кустю, кто-то сердце запоет. То Тьма, Волох, да какие вы рубцовские места. Если любишь, мать, Россию, ты уже не сирота. Тьма, Волох, да какие вы рубцовские места. Если любишь, мать, Россию, ты уже не сирота. И если любишь ты природу, ты уже не одинок. И в любую непогоду скажешь «Славный был денек». Будет просто на свободе все печали позабыть. И без них на теплоходе с легким сердцем плыть, плыть, плыть. Плыть, 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 плыть. Плыть, плыть, плыть. Спасибо. Любы знали в лицо наших поэтов, наших поэтесс. Мне кажется, стихи Любы хорошо поются, потому что она сама ходит в хор, много поет. И, наверное, поэтому они так и просятся на музыку. Я думаю, что она, наверное, способствовала тому, что был объединенный концерт тогда у нас с хором. Дворца культуры имени Гагарина и Вита, мы сделали пасхальный концерт, который был сначала в библиотеке Менигоровского, а потом повторен в малом зале Дворца культуры имени Гагарина. Ну, вообще, это очень интересно. Вот приезжаешь, когда куда-нибудь, оказывается, что по местам везде есть какие-то свои хоры. Думаешь, как? Ну, живет там народ где-то в глуши, там ничего, ничем культурой никакой не занимается. А тут, например, хор есть, всякие поделки, народный промысел, творчество. У нас еще несколько хоров, которые известны и за рубежом, потому что выезжают с концертами в Германии и другие страны. Это очень здорово. Сергея Посадская земля притягивает к себе очень много талантливых людей. Очень здорово. Да. Я единственное, что жалею, что я, так сказать, поздно сюда приехал. Пораньше надо было. Ну, вот опять же, зато у вас теперь разбег, понимаете? Естественно, да. Если бы раньше приехали, разбег был бы уже позади. А так у вас сейчас самое счастливое время. Ну, я лично доволен. Вы знаете, вот, когда пишешь вот стихи, это вот я сегодня передача у нас, ну, короче, регламентировано время. Поэтому немного. А песен, в принципе, на стихи наших вот свитковцев достаточно. И у меня, и у Саши Дорожинского нашего тоже. И у других. И у Григория Глазова, у Александра Балюка. Вот. Так что это очень приятно. Ещё вот, мне кажется, сейчас вернусь к Любе Попетиной. Мне кажется, благодаря ей вы заинтересовались темой Рубцова. Вот сейчас вы пели песню «Я поеду», она описывает о том, как она поехала по местам Рубцова. И после этого у вас, наверное… Да, она рассказывала то, что ездила летом там по Рубцовским местам. Потом он прочитал это стихотворение. Я его как-то выцарапал себе. Вот. Решил на него песню, на это стихотворение написать. Ну, а потом заодно, так сказать, поскольку я эту песню пою, думаю, что это за места такие. Начал, так сказать, углубляться. Вышел на Николая Рубцова, на его родные места. А потом уже, поскольку я решил вплотную, так сказать, заинтересовался, короче говоря, стихами Николая Рубцова почитал, уже знал, что есть такой поэт, кое-что слышал. А так конкретно-то, конечно, читать некогда особо. А тут я уже конкретно взял на изучение. Я вот скажу, что там, на мой взгляд, но если не половина, то треть тоже точно можно на музыку класть. Почему напевные стихи? Конечно. Потому что он же самый великолепный играл на гармошке, он сам многие стихи пел. Вообще, конечно, после Есейна, наверное, самый такой напевный поэт русский. Ну, у Есейна, грубо говоря, там все изрыто уже. А здесь, я правда не знаю, может, и у Рубцова там, но наверняка есть. Я знаю, что есть песни там народные. Я даже не знаю. Я еще просто не сравнил даже. Мне самому интересно. Я вот написал несколько песен. Ну, где-то у меня сейчас написанных по Рубцову где-то около 15. 13-14. Вот так. Опять же, можно сказать, совсем недавно у вас началась творчество новой линии. Вы полностью посвященны Рубцову. Такого у вас еще не было. Мне стало интересно. А может быть, потому что, вы знаете, что вот молодежи, допустим, им все интересно, все новое, а мы-то уже пожили вроде бы. И самому что-нибудь придумать уже тяжеловато, наверное. А вот познакомившись с поэзией, действительно, лириков замечательных. А петь я всегда любил. Ну что ж, давайте послушаем сейчас две песни на стихи Рубцова. Я думаю, он этого заслуживает вполне. Я надеюсь. И думаю, что ваша музыка тоже этого заслуживает. Купавы. Как далеко дороги пролегли, Как широко раскинулись угодья, Как высоко над зыбким половодьем Без остановки мчатся журавли. В лучах весны, зови или не зови, Они кричат, все радостней, все ближе, Вот снова игры юности любви. Я вижу здесь, но прежних не увижу, И обступают бурную реку Все те же цветы, но девушки другие. И говорить не надо им какие, Мы знали дни на этом берегу. Бегут себе, играя и дразня, Я им кричу, куда же вы, куда вы, Взгляните живы, какие здесь купавы. Но разве кто послушай меня? Это стихотворение самая первая, Которая мне попала на глаза, Я просто перелистал сначала все, Ну, как обычно, я делал книгу всю, Быстро-быстро-быстро, Она сразу у меня отложилась, Все, я ее закладочку раз, Потом дальше пошел. Ну, а потом потихонечку Начало накапливаться. И вот еще одна замечательная, На мой взгляд, Замечательное стихотворение «Бессонница». У меня эта песня идет по другим названиям, Потому что у меня одна «Бессонница» уже есть, Но самому просто, чтобы не путаться, Какую «Бессонницу», я ей дал другое название, Она у меня называется «Тихая песня». А стихотворение у Рубцова называется «Бессонница». Окно светящееся чуть, И редкий звук с ночного омута, Вот есть возможность отдохнуть, Но как пустынна эта комната, Мне странно кажется, что я Среди отживших, минувшего, Как бы в каюте корабля, Как бы в каюте корабля, Бог весть когда И затонувшего. Что не под этим ли окном, Под запленную картиною, Меня навек затянет сном, Как будто илом и ретиною, За мыслью мысль какой-то бред, За тенью тень воспоминания, Реальный звук, реальный свет, С трудом доходит до сознания. И так раздумаешься вдруг, И так всему придашь значение, Что вместо радости и спуг, А вместо отдыха мучение, Окно светящееся чуть, И редкий звук с ночного утра, Вот есть возможность отдохнуть, Но как пустынна эта комната. Спасибо. Георгий, вот судя по тому, Что мы сегодня затронули в нашей передаче, Ваше творство как бы идет по нескольким направлениям. Это песни собственного сочинения, Здесь полностью стихи и музыка придуманы вами, Это песни на стихи свитковцев, И третье направление это песни на стихи Классика Рубцова. И вот слово «разбег», я подумал, Оно имеет тоже несколько смыслов. Оно, во-первых, это набирание темпа, Когда бежишь, разбег, да, А во-вторых, это разбегаться В разным направлениям. Вот, и в общем-то, Многогранность, так можно сказать, В данном случае. Вот. И вот у вас еще одно есть, Это направление в вашем творчестве, Это просто стихи, когда они без музыки. Вот у вас был творческий вечер, Вы читали просто стихи, Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас Прочитали какое-нибудь свое стихотворение. Ну, и если говорить в целом, Допустим, о том, что я делаю, Как я уже говорил на творческом вечере, Считаю, что, в общем-то, В основном по трем направлениям развивается Вот романтика, дорога и любовь. Вот три направления, которые существуют В моем творчестве. И любовь это, Любовь как состояние души, Не как вот конкретно, Как вот человек или к чему-то, А как состояние души просто. Необходимо для творчества, наверное, да? В первую очередь, Без этого, конечно, Вообще, считаю, Может быть, конечно, Как говорится, Ну, не к месту, что ли, Сейчас в нынешние времена Такие суровые и жесткие Говорить там о любви, О доброте, о человеке. Ну, я думаю, что Если Мы не будем об этом говорить, То Вообще будет плохо совсем на земле. Лучше, так сказать, Поддерживать в людях веру В хорошее, в доброе. Оно существует, поскольку, так сказать, Мы вот Когда ездим По местам по разным, По библиотекам, По домам, То видно, что люди с удовольствием приходят. И, значит, Не угасло ничего. И вот, так сказать, одно стихотворение, Она называется «Гравитация». Тоже, так сказать, относится К романтике, К романтическому направлению, Поскольку Я уже когда-то говорил здесь, Что Жизнь, она Моя юность особенно, Она прошла в дороге, А в дороге Это гитара, песни, Все прочее. Это романтика. Гравитация. Как будто сказочная птица К теплу и свету дельтаплан, Терзая вечные границы, Упорно рвется сквозь туман. Его безумное влечение Ввысь, К небу ясному взлететь, Земного только тяготенья Ему никак не одолеть. Однажды он, Устав от битвы, Ломая крылья, Упадет. Благословенная молитва Вдруг оборвется И замрет струной Всех звуков Недопевшей. Душа, Вздохнувшая, Как мать, Уйдет с мечтой уцелевшей Других романтиков искать. Я думаю, что романтики На земле не переведутся, И слава Богу. Ну что ж, Передача Романтики не переведутся, Но вот передача У нас подходит к концу. И я хотел, Чтобы вы попрощались С телезрителями Песни на стихи Прекрасного романтика 20-го века Поэта Николая Рубцова Минуты музыки печальной. Замечательные стихи Совершенно, конечно. В минуты музыки печальной Я представляю желтый плес И голос женщины прощаленный И шум порывистых берез И шум порывистых берез И первый снег Под небом серым Среди погаснувших полей И путь без солнца Путь без веры Ганим их снегом журавлей Ганим их снегом журавлей Давно душа блуждать устала В былой любви, в былом хмелю Давно понять пора настала Что слишком призраки люблю Что слишком призраки люблю Но все равно В жилищах зыбких Попробуй их остановить Перекликаясь плачут скрипки О желтом плесе О любви О желтом плесе О любви И все равно Под небом низким Я вижу явственно до слез И желтый плес И голос близкий И шум порывистых берез И шум порывистых берез Как будто вечен час прощавленный Как будто время ни при чем В минуты музыки печавленной Не говорите ни о чем Не говорите ни о чем Субтитры подогнал «Симон»